Меня зовут Михаил Матросов, я эксперт-разработчик в компании Align Technology. И мой текущий доклад, он будет таким некоторым разбором юзкейса, в чем-то будет похож на доклад Вадима. То есть я возьму задачу, которая, опять же, встречалась на практике, и покажу, как ее можно решать с помощью нескольких разных подходов, каждый из которых будет достаточно практичным, там будут разные требования на API. Мы проанализируем их свойства, быстродействия и так далее. Ну и попутно я покажу разные прикольные штуки, которые, мне кажется, полезны на практике. То есть я надеюсь, что после этого доклада у вас сложится некоторое такое, как кукбук. То есть вот когда встречается определенная ситуация, можно применять там такую-то штуку. Так, кто-нибудь, кто был на моем докладе в прошлом году на Core Heart? О, совсем немного людей. Я надеюсь, это потому, что как бы просто другие люди пришли на конфу. Спасибо вам, что остаетесь с нами. Может быть, вы уже видели эту картинку, и сегодня было очень забавно увидеть на киноте тоже изображение с зубами. Мы в компании «Лан Дехнологии» занимаемся тем, что выравниваем людям зубы, поэтому, в принципе, у нас профессиональная тема. И вот задача пришла из продакшена. И эту задачу я, на самом деле, в прошлом году уже рассматривал. Просто сейчас я посмотрю на нее несколько более широко, потому что оказалось, что после того, как я презентовал, было сформулировано несколько очень интересных вопросов, которые мне захотелось разобрать. И пока я их разбирал, там незаметно материал набралось вообще на новый доклад. Было очень забавно. Итак, рассмотрим конкретную задачу, которая у нас стала в какой-то момент на продакшене. Вот у нас есть наша система, в которой мы дизайним ортодонтическое лечение. Ну и там представляется вот челюсть пациентов в какой-то момент. И вот нам нужно в определенный момент взять челюсть, посмотреть на нее сверху, вот так вот ее позиционировать на плоскости, затем спроекцировать на плоскость, получить некоторый вот такой аутлайн. И на этом аутлайне выделить правую и левую сторону. То есть то, что относится к правой стороне человечка-челюсти, к левой. Ну, поскольку у нас уже раньше правильно было выбрано начало системы координат, будем считать, что то, что у нас лежит справа от аси-оординат, будем считать, что это правой частью, слева от аси-оординат будем считать левой частью. И вот то, что справа будем называть, вот это все на самом деле точки. Вот это множество точек. После растеризации. Будем называть, что эти точки положительные, а те, которые лежат слева, они будут отрицательные. Ну, положительные будут оранжевенькими, отрицательные будут серенькими. Вот так мы будем делать. Так. И задача, которую мы будем решать, собственно, у нас дана последовательность точек. То есть она где-то начинается, описывает какой-то контур и приходит в исходное положение. И нам нужно вот из этой последовательности выбрать подпоследовательность точек, которые положительные. И, в принципе, звучит как очень простая задача. Вот тут, собственно, как это делается, вот если так выбрать вот этот резок, этот резок и так далее. Если происходит что-то вот типа такого, а это что такое? Я присоединяюсь к кровным клятвам предыдущих докладчиков, потому что у меня на верстке все было в порядке. Короче, идея такая, что если у нас оси ординат пересекается больше двух раз, то есть каким-то таким образом, вот такую подпоследовательность нельзя просто взять и выделить, тогда мы должны сигнализировать об ошибке. Выглядит как очень простая задача, да? Но тонкость заключается в том, что последовательность, которую нам передают, мы не знаем, где она начинается. Она может начинаться вот здесь. И тогда у нас там сначала будут положительные точки, потом отрицательные, потом снова положительные. Нам нужно будет эту штуку как-то учесть. То есть как это выглядит? Вот здесь конкретные координаты точек нам уже не интересны. Нам просто интересна точка положительная или отрицательная. Поэтому я буду рассматривать такие последовательности, и оранжево обозначает точки положительные, они нас интересуют серым, отрицательным, они нас не интересуют. Соответственно, если у нас вот такой вход, то вот такой должен быть выход. Вот. Ну, вроде все понятно. То есть у нас такой вход, это же чуть интереснее. Это как раз та ситуация, когда у нас последовательность начинается посередине вот этого нашего положительного сегмента. То есть она идет до конца, потом начинается снова сначала и продолжается. И вот такой у нас должен получиться выход. Ну, а если у нас что-то непонятное, вот там несколько последовательностей вот таких, вот мы должны сигнализировать ошибку. Вот. Вот, в принципе, такая задача. Достаточно простая. Можете даже, вы, наверное, уже начали прикидывать, как ее можно решать. Что-то какие-то искать места туда-сюда перекрывается. Давайте построим некоторую модель того, что вот у нас получается. Вот такой input, вот если нам приходит такая последовательность, или если нам приходит вот такая последовательность, все те же самые элементы там, взвинутые на один, или вот такая последовательность. Это все для нас должен трактоваться абсолютно одинаково, поскольку у нас она как будто бы вот такая, как будто вот такая закольцованная. Соответственно, это нам нужно учитывать в том, когда мы будем дизайнить алгоритм. И, казалось бы, ну вот в этих последовательностях так вариантов различных может быть достаточно много. Там еще могут быть все отрицательные элементы, все положительные. Давайте попробуем провести небольшой анализ, для того, чтобы сформулировать некоторое общее решение, но достаточно простое, которое позволит нам все кейсы рассмотреть. Вот первый вариант, самый простой. У нас ровно один сегмент одинаковых элементов. Если он ровно один, я имею в виду одинакового цвета, то они будут либо все положительные, либо все отрицательные. Следующий случай, когда у нас два сегмента одинаковых цветов. Это будет либо сначала положительный, потом отрицательный, либо сначала отрицательный, потом положительный. Следующий случай. Три сегмента. Либо вот так, либо вот так. Ну там четыре сегмента. Либо вот так, либо вот так. И так далее. На самом деле, можно заметить, что больше четырех сегментов нас уже не интересует, потому что четыре сегмента, вот эти, они нам не подойдут. Вот в первых шести случаях у нас стрелочка обозначена ответа. Это то, что нам нужно сформировать. А вот в последних, в седьмом и восьмом, это ошибочная ситуация. Такие данные мы считаем некорректными. И здесь мы должны сигнализировать об ошибке. Окей. Теперь. Вот когда мы провели некоторый анализ подобного рода, мы уже можем выработать некоторый алгоритм. Ну, желательно, достаточно простой. Для того, чтобы все эти случаи рассмотреть некоторым унифицированным способом. Давайте будем делать следующее. Будем искать положительные сегменты. Вот в этой нашей последовательности. То есть первое, что мы сделаем, мы найдем начало первого положительного сегмента. Обозначим его открывающей квадратной скобочкой. Вот в каждой из этих ситуаций мы нашли начало первого положительного сегмента. Дальше мы найдем конец этого первого положительного сегмента. Обозначим его закрывающей круглой скобочкой. Поскольку у нас… Вот нам тут уже Вадим сделал замечательную вводную простейль, что итераторы – это плохо. Ну, как бы итераторы у нас есть. И да, итераторы могут указывать на элемент за последовательностью для того, чтобы идентифицировать ситуацию, когда мы дошли до конца. То есть у нас мы будем ссылаться фактически не на последний элемент положительный, а на первый, который следует за ним отрицательный. Ну, в соответствии с общей идеологией того, как представляются RNG на итераторах. Соответственно, если у нас элементов вообще нет, как в данном случае, ну, у нас просто оба итератора будут указывать на end. Все очень удобно и единообразно будет храниться. Точно так же найдем начало второго положительного сегмента и конец второго положительного сегмента. Вот у нас получается такая ситуация. В принципе, вот теперь мы нашли в нашей последовательности четыре опорные точки. И возникает вопрос. Вот на основе этих четырех опорных точек как нам сформировать наш ответ? Достаточно ли нам этого или нам нужно что-то еще? Если немножко подумать, то можно обнаружить, что достаточно взять второй сегмент, а после этого дописать к нему первый сегмент. И это будет наш ответ. Действительно, если у нас сегмент только один, то второй сегмент пустой. И то, что он пойдет в начало, мы даже не заметим. А если сегмента два, то это правильно. Мы сначала берем второй, потом берем первый, и это наш ответ. Если же у нас так оказывается, что сегментов больше одного, то нам нужно проверить корректность. Если сегментов больше одного, то есть очень простые условия. Вот единственный корректный вариант. Мы посмотрим на него и видим, что начало первого сегмента – это первый элемент, а конец второго сегмента – это последний элемент. А вот в этих двух ситуациях, которые ошибочны, это правило не выполняется. Ну, на самом деле мы с вами решили задачу. Все. То есть мы сформировали правило, как из этих опорных точек, которые мы нашли, формировать ответ. И мы сформировали правило, как проверить, что последовательность верна. Давайте это заимплементим. Вот так у нас будет обозначаться класс точки. И вот этот предикат мы будем использовать для того, чтобы проверить, что точка, собственно, нас интересует, что это положительная точка. Ну, здесь там больше, больше равно нуля, не суть важно. Начнем писать нашу функцию. Функцию с суперпростым интерфейсом, особо не будем париться. Вот будем писать, что у нас в векторе появляются точки. И дальше мы формируем некоторые векторы с ответом. Ну, вот как первое приближение, самый простой способ. А как будем искать первый элемент? По поискам, правильно. А конкретнее? Еще раз. FindEv. Ну, ой. Да, FindEv. Действительно. Ну, как бы предикат у нас есть. Вот он предикат. Последовательность у нас есть. Вот последовательность. Ну, давайте по ней пробежимся и найдем, собственно, наш первый элемент. Вот он здесь появился. Обратите внимание. Наша первая открывающаяся скобочка. Как будем искать следующий элемент? FindEv. Да. Следующий элемент. Снова FindEv. Единственное, чем он отличается, что у него появился суффикс node. Вот, оказывается, да. Есть и такой алгоритм. FindEv node. Потому что теперь мы ищем конец. То есть, по сути, первые отрицательные элементы, которые мы ищем. Поэтому это FindEv node. И начинаем мы не сначала, а с того элемента, который мы уже нашли до того. Нам же нужно искать как бы следующий. Ну, думаю, вы уже догадались, что мы будем делать дальше. Мы найдем третий элемент. Мы найдем четвертый элемент. Вот мы нашли наши четыре опорные точки. Дальше нам нужно проверить условия. Условия того, что наша последовательность корректна. Давайте проверим условия. Вот она делает в точности то, что мы с вами описали. Первое. Вот begin2 равно n2. Значит, что второй отрезок пустой. Ну, когда у нас два итератора в range совпадают, это эффективно. Значит, что он пустой. Правильно? Это же полоинтервал. Здесь выписаны корректные условия. А потом от него берется отрицание. Итак, либо у нас второй отрезок пустой. Тогда сегмент только один. И все хорошо. Либо, если это не так и сегмента 2, то начало первого сегмента должно совпадать с началом последовательности. А конец второго сегмента должен совпадать с концом последовательности. Выписали правильные условия, взяли отрицание и бросили ошибку, если что-то не выполняется. Дальше нам нужно, собственно, теперь объединить второй сегмент с первым сегментом. И сейчас мы с вами по-простому это делаем просто в еще одном векторе, который создаем. Итак, создаем вектор. Вот наш результат. И делаем в нем резерв под те элементы, которые будут являться ответом. Но их количество мы уже знаем. Это просто сумма длин обоих интервалов. Их длина вычисляется, например, подобным образом. Здесь вопрос. Как вы думаете, зачем вот эти слагаемые взяты в скобочки? И так, указатель. Нет, и будет выполняться последовательно у нас. Скажу сразу, если мы эти скобочки уберем, работать будет точно так же. Все нормально скомпилируется, никаких проблем. Еще раз? Для красоты. Хорошего выткана нет. В общем, смотрите. Про оптимизацию? Нет, не совсем. Не про оптимизацию, но уже в правильном направлении. Если мы уберем все эти скобочки, то как будет действовать компилятор? Ну, это же вычитание в сложении, оно право-ассоциативно. Право-лево. Ну, короче, он идет слева-направо. Да, как это называется? Почти, да. Когда он сначала посчитает эту разность, получит число. Потом прибавит ее к этому итератору и получит эффективный итератор, который выходит за пределы последовательности. Мы не будем его разоминовывать, и поэтому вроде бы это само по себе не является undefined behavior. Вроде бы само по себе. Но, как минимум, у вас могут быть инструменты, которые проверяют, что у вас в программе нет итераторов, которые вылазят за пределы последовательности, по которым они итерируются. И, например, Visual Studio в дебажной сборке, она эту ситуацию зафиксировала и дала assertion. И была, в принципе, права. Поэтому для того, чтобы не смущать инструменты, мы сделаем вот так. Можно истинить, но это вектор как бы. У вектора мы знаем, что random axis можно вычитать. Окей, после этого делаем очень просто. Берем второй сегмент, вставляем в начало нашего результата, берем первый сегмент, вставляем в начало нашего результата и возвращаем то, что у нас получилось. В принципе, все. Это решение. И, казалось бы, на этом можно было остановиться. Но тут возникает резонный вопрос. Точнее, нет. У вас возникает какой-нибудь вопрос? Вот так спрашиваю. Что тут можно вот так вот улучшить? Где вы видите? Первые четыре строчки просто ужасные. Мнения разделились. Кто-то считает, что они офигенные. Можно добавить const. Да, согласен, это поможет. Можно передавать итераторы с параметрами. Да, это будет более обобщенное решение. Все верно. Можно вместо insert использовать back-insert. Я согласен, но я не верен, что это что-то фундаментальное нам даст. Мне кажется, что вот эта штука, она достаточно неплохо выглядит и работает тоже. Она работает оптимально, на самом деле. Мы даже не инциализируем элементы. Здесь они, к сожалению, не совсем помогут, потому что stable он сортирует, но он не поменяет их местами. Нам же нужно, чтобы он как раз местами поменял. Ну, все равно у нас вот есть два сегмента, и нам нужно их в одном из случаев нам нужно поменять местами. Вот в чем дело. Stable Partition напрямую это не сделает. Ну, короче, было много хороших версий, мы их даже отработаем, но я в первую очередь предлагаю обратить внимание на то, что здесь выделяется новый вектор. Выделение нового вектора – это штука, которая работает не то чтобы очень быстро, а обычно. Поэтому давайте попробуем использовать ту память, которая у нас уже есть. Для этого давайте мы объявим вот такую перегрузку нашей функции, которая принимает вектор не по константной ссылке, а по value reference. Это значит, что мы этот вектор, он колер уже не нужен, мы с ним можем делать все, что захотим. Можем у него внутри что-нибудь пошаманить и потом его же вернуть, то есть не выделять новый буфер. Обратите внимание, что подобный подход, он вообще в стандартной библиотеке используется очень много где. Далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, оператор присваивания того же самого вектора. У него просто есть перегрузка на constref и на вектор refref, который, очевидно, делает разные вещи. Но мы воспользуемся таким подходом. Собственно, начало у нас не изменится. Сначала мы делаем абсолютно то же самое, никаких проблем. А вот дальше начнется чуть интереснее. Дальше давайте введем такую магическую функцию gather, которая сделает то, что вот она берет последовательность, которая у нас есть, и прямо внутри этой последовательности она наш ответ как бы перемещает в начало. То есть у нее уже есть все вот эти опорные точки, которые мы нашли, она их перемещает в начало. Вот если один сегмент, это будет так, если два сегмента, это будет вот так. Окей. После того, как мы это сделаем, неважно, как вот сделаем, мы это сделали. После этого мы просто выкинем все ненужные элементы, которые у нас там остались. Вот это resize, он уменьшит размер. Ну, после этого опционально присыпать shrink to fit, если хотите, и после этого вернуть. Вот здесь. Видите ли вы что-то странное? Да. Ну, вот да, вот здесь находится, вот здесь эстадемов. Ретурн эстадемов вообще такая конструкция, которую, вроде мы слышали, что писать не надо, там, ретурн он сам все правильно сделал, эстадемов только помешает, он там запретит ретурн или оптимизайшн. Ну, в общем-то, вы правы, но в целом ситуация примерно такая. То есть, да, вам никогда не нужно применять эстадемов после ретурна, исключением случаев, когда нужно. Например, если у нас есть рвлю референс, и, к сожалению, ретурн валю оптимизайшн на рвлю референс не сработает. То есть, вам пришел вот у нас входной параметр, это рвлю референс, компилятор не поймет, что из него нужно делать какой-то ретурн валю оптимизайшн, это ссылка, это не вэлью, он не сможет для нее вообще эту машинерию применить. Поэтому ее нужно в явном виде сделать эстадомов, кастануть рвлю, ссылку к выражению категории рвлю, и вот из-за этого он уже потом мовнет. Если этого не делать, я, кстати, заметил, что я этого не делаю, потому что у меня бенчмарки показывали какие-то неправильные результаты, и понял, что это надо делать. Ситуация очень интересная, реально может встретиться на практике, вот ровно в таком случае. Собственно, давайте теперь попробуем нашу функцию написать. Есть идея, как можно очень просто написать тут нашу функцию газа? STD Rotate, прекрасно, да. Можно написать STD Rotate. STD Rotate сделает ровно то, что нам нужно. Собственно, кто знает, как работает STD Rotate? А, ну вы и знаете, логично. STD Rotate – чрезвычайно полезный алгоритм, он вращает последовательность. Таким образом, что вот этот элемент, который выказали посередине, он становится первым после вращения. То есть происходит следующее. Вот наша последовательность, мы на ней разметили вот эти begin-end, наших последовательностей, и выбрали middle вот таким образом. После того, как мы делаем Rotate. А, ну сейчас тут второй пример. После того, как мы делаем Rotate, у меня сломалась анимация. Антон, что-то не так с презентациями? Ну ладно. В общем, middle уедет в начало. Поверь ты мне на слово. Здесь была красивая анимация, правда. В данном случае вот этот middle уедет сначала. Теперь давайте, вот у нас уже есть два решения, которые мы сделали. Давайте проведем небольшой бенчмарк. Сделаем вот такой сет входных данных. Здесь у нас будет 2 в 20 элементов, примерно миллион. Для того, чтобы у нас вся эта штука не влезала в кэши, чтобы у нас не было эффектов с кэшами, чтобы они не митигировались, у нас будет половина элементов отрицательны, половина положительны, и распределены они будут вот так. Четверть в начале, четверть в конце. То есть как раз ситуация, когда у нас что-то нужно оборачивать через конец. И вот такой вот у нас будет бенчмарк. Это то, что мы делали в начале просто с копированием вектора. Это то, что мы сделали с ротейтом прямо внутри вектора. Ну, в принципе, неплохо. То есть он стал работать быстрее. Здесь причем зелененьким обозначено то, что происходит внутри функции, а синеньким то, что происходит снаружи функции, когда мы потому что нам вернули, итерируемся. Пока это не важно, потому что в обоих случаях мы возвращаем вектор. Но потом нам это понадобится. Поэтому пока вот эти, они по сути одинаковые. Здесь сразу скажу, что бенчмарки, которые делались, они делались на последней Visual Studio под виндой. И это, конечно, не очень правильно. И я понимал, что да, сейчас я сделал нормальные бенчмарки, даже выделил под это вечерок, для того, чтобы сделать бенчмарки под GCC и клангом. Вечерок у меня прошел как-то вот так. Я вообще виндузиатник, и я не учел, что у меня может не получиться засетапивать все это дело за один вечерок. Ну, короче, извините, бенчмарки будут только под виндой. Но, но, в свою защиту скажу, что я практически уверен, что на других компиляторах относительное распределение времени выполнения было бы таким же. Это, по крайней мере, то, что я ожидаю. Так, давайте попробуем немножко улучшить нашу функцию gather. Давайте сначала проанализируем количество сегментов, которые у нас есть. Например, у нас один сегмент. Тогда спросим, а этот сегмент, может, уже в начале лежит? То есть вот типа такого. Тогда вообще ничего делать не надо. Отлично. Просто уже готово. А если он не в начале? Вот таким образом. Ну, тогда давайте сдвинем его в начало. И анимация не работает. Бля. В общем, этот сегмент сдвигается в начало. Идея в том, что вот на этих двух элементах там остается неважно что. Нам на это наплевать, мы все равно это выкинем. Если у нас два сегмента, тогда мы оба сегмента подвинем. Можем попробовать подвинуть. Вот этот мы сдвинем сюда, а второй сегмент мы сдвинем в начало. И опять же, у нас за ними окажутся какие-то следы, там что-то еще, но нам на это наплевать. Мы же все равно это выкинем. И вот только если мы не можем так все in place подвигать хорошенечко, вот в этом случае мы уже сделаем rotate. Здесь тоже была анимация. Ну ладно. Не знаю, что нужно нажать, чтобы она появилась. Так, хорошо, давайте заимплементим. Ну, не будем подробно останавливаться на том, как это работает. Итак, основные вещи, на которые следует обратить внимание. Первое. Вот здесь он используется std-move. Это не то, чем он кажется. Этот std-move, он ничего не конвертит ни в коей роли референс. Это std-move, который принимает три аргумента. Это то же самое, что std-copy. Только он делает не копирование из одного рейнджа в другой, а перемещает. Очень интуитивно. Ну, кстати, в этом есть какая-то логика. И, соответственно, вот std-move у нас как раз занимается тем, что перемещает сегмент. Дальше. Вот std-distance тому, кто просил std-distance. Вот вам, пожалуйста. Потому что gather у нас вот здесь не указывается никак. С произвольными итераторами будем работать. И после этого обратите внимание на вот такую интересную конструкцию move backward. То же самое, что copy backward, только с move. Кто понимает, зачем она нужна? О, есть несколько рук. Отлично. Для остальных я поясню. Но смотрите, дело в том, что мы здесь берем одну последовательность и двигаем ее как бы вперед, но в то же самое место, и ее исходное положение и конечное могут пересечься. И если мы сначала скопируем то, как это делает copy move по умолчанию, то есть начнем с первого элемента, как бы вот так, то тогда мы его, конечно, скопируем, но он эффективно попадет уже в ту же самую последовательность. То есть мы ее испортим фактически. И для того, чтобы этого не происходило, нам нужно начинать с последнего элемента. То есть сначала мы двойку скопируем, потом единичку, потом нолик. И все сработает. То есть здесь, поскольку мы берем сегмент и перемещаем его вперед, нам нужно использовать функцию move backward. Логично. И это уже сработает. А второй сегмент нас едет назад. Поэтому мы ему делаем просто move. Хорошо. Назовем эту штуку reuse smart. Ну и работает она как-то вот так. Поскольку вы видели данные, на которых мы и тестируем, они подобраны не случайно. Там как раз у нас есть место для того, чтобы их вот подобным образом переместить. И да, у нас уже достаточно неплохой выигрыш здесь произошел. Отлично. Давайте подумаем, что мы можем сделать еще. Ну вот, вот это наша модель. Правильно? Вот модель, с которой мы работали. Ничего не напоминает? Вот так вот. Циклический что? Буфер что? А, в бусте есть, да? Хотя он делает немножко другое. Ну, циклический буфер, да, я смотрел. На самом деле, boost cyclic буфер нам не совсем подходит для этой задачи. У него немного другая задача. Но идея в том, что у нас вот эти элементы, мы потом еще будем их как бы так перевешивать из одного в другой. А если что, то куда-то нужно перевешивать. Это же стены лист. И мы сейчас очень красиво с ним напишем вот это самое перевешивание. Как мы вот один сегмент с другим меняем местами. Вообще отлично получится. Начало точно такое же. Обратите внимание, что лист мы сразу берем по R-value. Потому что копировать нам лист вообще никого смысла не имеет. У нас основная идея в том, что мы внутри одного листа что-то там переставим. Это будет прям полезно. И вот мы скопировали, проверили. После этого делаем вот такую магическую операцию. Удаляем, сплайсим, удаляем. Сейчас мы разберем ее подробно. Итак, вот наш список. Два варианта вот такие. Рассмотрим. Вот это у него по умолчанию как он выглядит. Сначала мы делаем erase. Erase предназначен удалить вот этот отрицательный сегмент в начале. Для вот этого случая второго он не сделает просто ничего. Выполняем. Блин. Без анимацией сложно. Так, короче, вот этот элемент удалился. Когда мы сделаем сплайс, у нас лист, вот этот указатель, он будет указывать уже не на ноль, он будет указывать вот сюда на пятерочку. Дальше он идет шесть, семь. И семерочки он будет указывать на нолик. И нолик один, два. Вот таким образом. То есть в памяти элементы никуда не переместятся. Мы просто парочку указателей поменяем местами. И когда мы сделаем второй erase, мы удалим оставшиеся элементы вот здесь. И в памяти у нас в списке с перевешенными ссылками у нас будет абсолютно правильная последовательность. Казалось бы, классно, да? Кто думает, что это реально будет работать быстрее, чем то, что мы сделали в начале? Парочка рук. Кто думает, что будет работать медленнее? Больше рук. Вы просто не верите в стаделист, ребят. Заработало. О, класс. Вот, вот что мы получим. Я не знаю, как он так делает. Вот, в общем, это то, что мы получим. Итак, стаделист. Ну, как-то так. Совершенно верно. Мы, конечно, вот эту операцию мы реально сделаем очень быстро, за константное время, все правильно. Но нам же для этого пришлось сначала по нему еще пройтись. Вот это итерирование по нодам листа, которые разбросаны в памяти, это как бы самая кэшенфрендли вещь, которую вы, в принципе, можете сделать. Поэтому, как бы, если вы не на смол имбедит, то вы пытаетесь обычно это не делать. Так что лист, казалось бы, но нет. Но нет. Не получилось. Хорошо. Давайте посмотрим, что еще можно делать. Начало точно такое же. Опять, вектор, но с листом не прокатило, поэтому давайте вернемся к вектору. Правильно? Начало точно такое же. А после этого мы сделаем вот такую замечательную вещь. Мы вообще ничего не будем копировать, потому что наш ответ, как мы уже поняли, это два сегмента, ну, в общем случае два, в нашей исходной последовательности. Но давайте просто вернем итератор, замечательный, который будет указывать на вот последовательность, которая является комбинацией вот этих двух. То есть сначала у нас begin2, функция boostmake итератор range, создает абсолютно легковесную структуру, у которой два итератора, begin и end, потом begin and end1, это вот у нас первый сегмент, который переписывается, и мы их объединяем с помощью boostjoin. И boostjoin делает декоратор для нашего итератора, выполняет композиция. Как мы знаем, это и есть суть программирования. В общем, мы молодцы. Так? Кто думает, что это будет работать быстрее? И то, и другое. Сама функция плюс использование. Кто думает, что это будет работать медленнее? Есть те, кто не доверяет. Ну что ж, справедливо, справедливо. Давайте посмотрим. На самом деле неплохо. Boost range справился действительно хорошо. Поскольку все это декорирование, оно происходит вообще на compile-тайме. Да, там есть некоторая логика. Вот этот итератор, он чуть сложнее, чем итератор, который просто как бы в векторе, который по сути указатель. Но логика очень простая. Ну, про листы забыли вообще. Все, не надо. А внутри самой функции мы оставили, по сути, только траверсла. То есть вот эти вещи, они по идее должны быть примерно равны. Ну, здесь что-то как-то, не знаю. Поскольку бенчмарки реальные, я ничего не твикал, они иногда выглядят немного странно. По идее, они должны быть примерно равны. Хорошо. Здесь есть некоторые отличия. То есть мы реально ничего не копировали. Поэтому здесь колеру нужно убедиться, что исходный вектор-то жив, пока мы по нему итерируемся. Это то, как работают у нас, собственно, всякие невладеющие последовательности, которые мы реально создали. Что это такое? А вот тут мы усомнились. А может быть, Boost Range был не так уж и хорош? Давайте напишем собственный итератор, который будет делать вот ровно то, что нам нужно. Написать итератор – это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Во-первых, у него есть огромное количество методов. А во-вторых, у него нужно указывать собственную категорию. Если это рандомакс, то там есть точка, стрелочка, плюс-плюс, плюс-равно, плюс-минус, минус-равно-минус, квадратные скобочки. И это все нужно консистентно реализовать. И еще там шесть функций сравнения. А у нас пока не прилетел оператор SpaceShip. Что же делать? Вот есть такая полезная штука, как Boost итератор фасад. И для итератора фасада указываешь несколько ключевых функций. Такие как, что происходит при разименовании итератора, что происходит при сравнении, при увеличении, при вычитании. Вот мы только эти функции здесь напишем. И это, по сути, будет наш ответ. Вот вся логика работы, она вот в этом месте. Давайте посмотрим. Вот это наш фраппинг итератор. Ну, по идее, должен был работать так же. Но как-то так получилось, что Boost итератор сработал даже быстрее. В общем, не знаю. Я думал, как фраппинг итератор сделать лучше, не придумал. В общем, Boost итератор молодец. В данном случае он справляется реально хорошо. Так, следующее. Что мы можем сделать? Давайте посмотрим вот на этот. А, ну, собственно, здесь слайд по поводу того, что мы, вообще говоря, не обязаны работать на векторе. Все, что мы здесь делаем, оно прекраснейшим образом обобщается. И вот абсолютно тот же самый алгоритм, просто он работает у нас уже с произвольными итераторами. Никакой зависимости от вектора. Просто любой range впихаете, любой предикат, все будет работать. И если мы это сравним, вот это называется generic, работает ожидаемо абсолютно точно так же. Ну, если мы его запустим на том же самом векторе, я имею в виду. Работает точно так же. Отлично. Следующее, что мы можем сделать. Давайте посмотрим вот на эту штуку. Это же Boost. Boost у нас не стандартная штука, но в стандартном скоро обещают, что перевезут range, официальные, которые все это будут уметь делать. Все плюс 20 уже вроде как включили. Ну, давайте их заиспользуем. Практически ничего не изменилось. Это библиотека, поскольку это все компиляло в итоге под виндой, это библиотека, которая Microsoft maintain, это адаптация, исходная реализация от Эрика Нибблера. То есть Эрик бы, в принципе, порадовался. Его адаптировали, чтобы компилялось по 2016 студии, поскольку там все завязано на C++14, которую студия даже сейчас не до конца поддерживает. И что-то, короче, не могу сказать, что Microsoft плохо ее портировал, но мог бы сделать лучше. В общем, Эрик не очень порадовался. Давайте посмотрим, что еще можем сделать. Курутины, конечно. Когда еще не было поддержки даже нормальных 14 плюсов, хоть как-то, Гор уже сидел и пилил курутины. Правильно? Ну, давайте заиспользуем генератор, который нам здесь очень поможет. Вот, собственно, наша реализация изменилась только в две последние строчки. Если мы до этого возвращали диапазон из двух сегментов, то здесь мы прибегаемся по обоим сегментам и делаем койилд на каждый из элементов. Собственно, это не доклад про коротину, поэтому я не буду подробно рассказывать, что будет происходить, но суть, я думаю, очень простая. То есть мы возвращаем элемент тому, кто нас вызывал, он его обрабатывает, запрашивает следующий, мы заходим сюда, делаем следующий койилд, выходим, ну и вот таким образом у нас это работает. Это коротина. Она у нас suspend, резюм, suspend, резюм. Вот через эту точку койилд. Получается очень легко, выглядит прям реально очень аккуратно. Ну, лучше, чем с ринджами, я согласен, но в принципе эта штука еще официально не зарелизена, ничего я могу, не могу никаких претензий сделать. Я, правда, написал гору по этому поводу, на что он, естественно, ответил, что ну как бы вот сун, значит, будет импрумент в прогрессе, как это обычно и происходит с каратинами. Окей. Давайте теперь сделаем следующий шаг, достаточно интересный. То есть сменим нашу парадигму. Если до этого мы проверяли, что у нас определенная структура в нашей последовательности, давайте теперь вообще ничего не будем проверять. То есть будем считать, что последовательность, которую нам дали, она имеет ровно тот формат, который мы ожидаем увидеть. Ну вот наша реализация на бусте. И если мы знаем, что последовательность такая, которую мы ожидали увидеть, то тогда вот этот последний findif нам вообще говоря не нужен. Мы знаем, что в корректной последовательности у нас последний токен всегда стоит на конце. А этот if мы можем просто заменить на assert. Ну или ваш любимый assert, который там есть у вас в компании. Посмотрим, что произойдет. Вот у нас реализация no checks. И да, действительно она стала работать немножко быстрее. Потому что вот последний сегмент мы не проверяем. Нам это уже не нужно. Мы просто считаем, что там все в порядке. Окей. Давайте теперь сделаем следующий шаг. Для начала вот немножко переформатируем вот таким образом. То есть это нашу логику поиска опорных точек. Мы несем в отдельную функцию. FindBounce. И немножко подумаем. Вот так иногда бывает. Вы что-то делаете, делаете. Надо остановиться и подумать. Вот, допустим, таким образом выглядит наша последовательность. И мы знаем, что она корректная. Вот что важно. Мы знаем, что она корректная. Мы посмотрели на первый и последний элемент этой последовательности. Видим, что они отрицательные. И дальше, допустим, мы каким-то образом узнали, где находится некоторый положительный элемент. Мы ничего не искали. Допустим, просто мы знаем, что он там. Так? Ну, тогда мы знаем, что у нас вначале некоторое количество отрицательных элементов, а потом до него некоторое количество положительных элементов. Мы же знаем, что структура такая, правильно? Вот как нам найти вот эту вот точку? Бинарным поиском, да. Есть даже такой стандартный алгоритм. Partition point. FindEv — это не то. FindEv будет смотреться подряд. А вот partition point, он как раз на рандомакс-ситераторах будет заниматься тем, что использует двоичный поиск. Отлично. Абсолютно аналогичная ситуация справа. И мы находим вот эту точку. И, в принципе, все. Мы нашли наши опорные точки. Этого достаточно. Абсолютно аналогичная ситуация, если у нас вот такое оборачивание через конец происходит. То есть на концах у нас положительные точки. Каким-то образом нашли точку отрицательную внутри. Запустили partition point, нашли вот здесь. Запустили partition point, нашли вот здесь. Все. Нашли опорные точки. Давайте это заимплементим. Вот таким образом будет выглядеть findBounce. Не буду вдаваться в подробности. На что хочу обратить внимание. Во-первых, достаточно компактная реализация. Не странно, что у нас было много предположений, много очкисов. Я даже не рассмотрел. Здесь они рассмотрены. Вот такая замечательная функция std-not-fn, которая сама делает для нас отрицание предиката, поскольку нет функции partition point node. То есть есть findF, есть findF, но partition point node такой нет. Ну не беда, мы заиспользуем std-not-fn. Очень удобно. И обратите внимание, как оформлен вот этот if. Это уже if в стиле c++17. То есть у нас здесь есть некоторые условия. Мы находим определенный итератор, и потом мы применяем некоторые условия к этому итератору. И только в этом случае мы продолжаем выполнение. Так, теперь вопрос в том, а как нам, собственно, найти вот эту точку. Мы же не знаем, пока мы предполагаем, что у нас просто есть. Давайте я здесь немного пропущу некоторые возможные решения. И рассмотрим сразу, как это делать лучше. А лучше это делать вот таким образом. Сначала смотрим точку в середине, потом у этих двух еще в середине. Это почти рекурсия, но не совсем рекурсия. Рекурсию делать нельзя. Нам нужно эти точки рассматривать именно последовательно, чтобы у нас максимальное расстояние между точками сокращалось. И вот в этом случае все будет хорошо. Соответственно, если у нас количество точек не является степенью двойки, мы просто возьмем это дерево и его так немножко обрежем. И нормально. Но с ним точку это никак не повлияет. Никаких проблем. А имплементить будет очень удобно. Вот таким образом это можно заимплементить. Здесь я думал, что полезного вы такого фундаментального для себя можете видеть на этом слайде. В голову пришла только одна вещь. Если вы хотите умножить что-то на два, умножайте на два. Не пишите, пожалуйста, shift на один. Нет. Ничего полезного этому компилятору вы не скажете. Просто умножайте на два. Поверьте, он разберется. Он умный. Окей. Вот то, что у нас получилось. Куда делась зеленая часть, спросите ее? Да? Ее действительно нет. Но... Нет, я ожидал. Здесь я ожидал. Действительно она отработала безумно быстро. Потому что вы же чувствуете, что там что-то про логарифм. Да? Окей, давайте пробуем разобраться подробнее. Что же там произошло? Но здесь это, ладно, это не очень важно. Вот. Оценим сложность алгоритма, который мы сделали. Если у нас всего n элементов, из них k положительных, тогда n минус k отрицательных. Давайте оценим сложность вот этого нашего find any, который находит некоторую точку. Сначала у нас точка вот здесь. Потом вот так. И мы уменьшаем количество. Если бы мы знали заранее, что у нас наши последствия из длины k, если бы мы знали, то тогда мы бы просто посмотрели каждую k. Да? Было бы легко. И сложность была бы... Какая была бы сложность у нас? Ну, n поделить на k. Да. В данном случае мы не знаем, но мы будем в два раза последовательно уменьшать расстояние между элементами. И поэтому мы посмотрим не более чем в два раза больше точек, чем в оптимальном алгоритме. То есть сложность, по сути, тоже будет n на k. И вот так мы в итоге посмотрим последнее. Таким образом, сложность в find any у нас будет n на k. Для положительных n от n на минус k. Для отрицательных, потому что их другое количество. Practition point работает с алгоритмом, как мы знаем. А traverse от k, поскольку у нас возвращается k элементов. По ним по всем пройти, но это от k. Логично. Вот. Блин, тоже анимации нет. Ну, короче. Вот это у нас финальная сложность. С ней не очень удобно работать. Интереснее посмотреть, какое у нас будет время для конкретных случаев. И оказывается, что если мы возьмем k равное корень из n, ну, у нас, допустим, мы реально ожидаем, что k будет где-то в районе корня из n. То тогда вся асимптотическая сложность работы нашего алгоритма упадет до o от корня из n. А это намного лучше, чем n. И это ровно то, что мы с вами наблюдали. Это что? Ага. Давайте сейчас проведем вот такой batch benchmark. То есть протестируем на разных данных. У нас будет данные, где вообще все элементы положительные, половина положительных, четвертый, четвертый и так далее, вплоть до тех, где нет положительных элементов. Наш обычный подход, который, собственно, делал find, будет работать вот так. Время, проведенное функцией, всегда будет примерно одинаковым. Что логично. А время, потраченное на traverse, оно будет заметным тогда, когда у нас возвращается большое количество элементов. Ну вот, собственно, мы и наблюдаем вот здесь. Когда элементов становится мало, у нас на traverse времени практически не уходит. Гораздо интереснее этот график выглядит для нашего нового подхода, который мы изобрели со синтетической сложностью. А выглядит он вот так. То есть, если у нас крайние случаи, когда либо все точки положительные, либо все отрицательные, поскольку у нас сложная логика, да, он работает дольше. Но если это не так, вот если у нас в нашем миллионе больше, чем хотя бы 4 точки, то он уже начинает работать значительно быстрее. И где-то здесь посередине находится корень. И да, на этом корне он отрабатывает мгновенно, потому что на симптотику корень изоимных вообще нельзя сравнивать. На таких данных он работает гораздо быстрее. Ну что, вот здесь некоторая сводная табличка всего, что мы сделали. Это как бы сейчас нам не очень интересно рассматривать. И что, мне кажется, вы могли бы подчеркнуть из этого доклада? Ну, во-первых, надо думать. Это бывает полезно. То есть, прежде чем бросать что-то заимплементить, надо покрутить задачу и понять, как именно это сделать, как именно она по-простому обобщается и декомпозируется на простые задачи. Дальше, каждые наши такие подзадачи неплохо бы научиться распознавать и решать с помощью стандартных алгоритмов. Это реально нам очень поможет. После этого подумать над некоторым интерфейсом. То есть, можем использовать, не можем переиспользовать. Нужно нам сделать копию, или нам достаточно вернуть вью на исходную последовательность, и она все равно будет жить. И в зависимости от этого будет меняться реализация свойства нашего алгоритма. Не нужно бояться быть немножко обобщенным. То есть, в принципе, шаблоны C++ это не обязательно адская магия с метапрограммированием так, что в стиле Magic Get от Полухина. Нет. Они могут быть достаточно простыми. И они могут реально помогать решать вполне конкретные задачи. Ну, используем современный C++. В некоторых местах мы его здесь добавили, и он упростил тот код, который у нас был. И да, анализируйте симптоматическую сложность. Это то, что отличает хорошего инженера, который заботится о производительности, от некоторых других, которые занимаются программированием. Это очень важно. Это то, что мы с вами сделали в конце и увидели невероятный прирост в скорости. Но по поводу скорости, конечно, всегда измеряете. Вот с STD-листом было, допустим, не очень понятно, да, и реально помогло померить. И с Boost Range тоже было не очень понятно. Написали свой итератор, сравнили. Нет, работает хорошо. Окей. Здесь вопрос. Спасибо. К микрофону, я думаю, стоит. Здравствуйте. Очень интересный доклад. Я вот немножко не совсем понял с Boost Range, за счет чего там был выигрыш. Потому что, в принципе, там, наверное, то же самое получалось с предыдущим. Очень простая вещь. До этого мы создавали новый вектор и, по сути, выделяли под него новую память. В случае Boost Range мы не выделяли новую память. Мы возвращали итератор, который указывал на исходную. А, понятно. Спасибо за доклад. А можно слайд с последним бенчмарком? С последним бенчмарком? Да. Да, конечно. Интересует именно синяя часть. Да. Почему она отличается на правом бенчмарке и на левом? Чрезвычайно хороший вопрос. Спасибо. Я не знаю. Какая-то погрешность в измерениях. Серьезно. Вот здесь, поскольку оказалось замерять отдельные части функции, которые ты бенчмаркаешь, это вообще нифига не простая задача. Мне пришлось два раза запускать. Один раз просто функция, а второй раз функция плюс траверс. И, видимо, они расходились. То есть вот этого здесь быть вообще не должно. Спасибо, что заметили. Я не знаю, откуда это взялось. Спасибо. Здравствуйте. Что-то есть подозрение, что линейную версию можно еще в раз за полтора-два ускорить. Каким образом? Перейти от массива структур к структуре массивов. То есть если у вас в вычислениях используется только координата х, и получается в кэш влазит в два раза меньше данных, чем может влезть. То есть у вообще не используется. Если на вход подвать только последователь из х, наверное, все будет быстрее. Было бы интересно проверить. Хорошее предположение. Есть несколько сложностей с ним. Во-первых, эта структура взялась не из ниоткуда. Она нам пришла из других данных. Сейчас я закончу ответ на вопрос. Она пришла из другой задачи. Там уже используется такая раскладка. Во-вторых, когда мы формируем ответ, нам эти штуки все равно нужно вытащить. То есть нам их считать придется, чтобы для ответа. Да, они все. Только те, которые в итоге войдут. И еще одно замечание, что объем данных достаточно большой. То есть у нас весь кэш все равно переполняется. То есть там даже L3 кэш у нас переполняется. То есть да, вероятно, выигрыш будет. Скорее всего, да, спасибо. Но не уверен, что прям в два раза. И потребует некоторых дополнительных усилий на то, чтобы это реализовать. Ну да, интересная мысль. Мне тут машут бумажкой, что все, надо заканчивать. Поэтому еще вопросы обсудим в куларах. Спасибо большое.